Во время пандемии в регионе действуют две программы трудоустройства. Первая рассчитана на людей, которые оказались под угрозой увольнения из-за экономической ситуации, связанной с коронавирусом. В основном это работники крупных предприятий. Вторая для безработных. В планах трудоустроить 2375 человек. В программу вовлечены все муниципалитеты. Уже заключены договоры на 87 миллионов рублей. На этой неделе заключат еще на 17 миллионов. В основном во временном трудоустройстве нуждаются жители Самары, Сызрани и Тольятти. Им готовы предоставить работы в сфере благоустройства и ЖКХ. Объем тестирования населения на коронавирус увеличился на 37%. Об этом рассказал и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Шерстнева. Проводится исследование по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды, а именно в смывах с дверных ручек в магазинах, с тележек и корзин, с поручней лестниц в медицинских организациях и в транспорте. Всего отобрано 148 смывов. Вирус в них не зафиксирован. Тем не менее, число заболевших коронавирусом в регионе растет, в связи с чем губернатор Дмитрий Азаров распорядился усилить контроль за соблюдением профилактических мер во всех муниципалитетах Самарской области. И информирование должно быть не только о дезинфекции, проводимых мероприятиях, но и о штрафах, но и о наказаниях, которые несут конкретные организации с их указаниями. Конечно, с юристами там проконсультируйтесь и так далее, но думаю, что эта информация не является такой, которую мы не можем СМИ предоставлять. Вот жестко и конкретно. Пожалуйста, если там есть рецидивисты, нарушители среди предприятий, значит, там уже и возможность более жестких мер. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян сообщил, что увеличивается число пациентов, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно, поскольку заболевание протекает в легкой форме. В резерве находится более полутора тысяч коек для лечения тяжелых больных. В рамках подготовки к сезонному подъему респираторных заболеваний перепрофилирована часть коечной базы Самарской городской больницы номер 7. Кроме того, в области продолжается вакцинация против гриппа. Привито более 148 тысяч человек. Это около 5% от всего населения региона, тогда как для образования общественного иммунитета должно быть не менее 60%. В связи с этим губернатор распорядился нарастить темпы вакцинации. Виктория Шарая, События.